Гурманы привыкли к заграничным изыскам. На протяжении многих лет в российских ресторанах можно найти самые разные гастрономические радости. Фуагра, устрицы, каперсы, хамон и сыры – всё это перестало быть редкостью. Но геополитика этого года продиктовала свои условия потребителям и рестораторам. Многие из перечисленных продуктов попали под санкции Запада. Но российские производители не растерялись и начали выпускать аналогичные деликатесы. В ульяновском ресторане чешской кухни уже освоили импортозамещение. Например, пенные напитки закупаются в отечественных пивоварнях. Тщательно подбираются сорта и вкусовые композиции. Сейчас большое количество есть крафтовых заведений, которые производят напитки. В Москве, Санкт-Петербурге мы повышали на контакт с этими ребятами. Мы продегустировали большое количество товара, которые нам предоставили, напитков. В итоге мы выбрали для себя какие-то вещи, которыми дали своё фирменное название. Морепродукты в основном приезжают из Мурманска, а мраморная говядина поставляется из Воронежа. Оливки и каперсы выращивают в Краснодарском крае. Там тепло, этим культурам на Кубани комфортно. Также делаем хамоны, но не только мы. Москва уже давно перешли на отечественный хамон. Там их замариновали, их пигментировали. Вот скоро будем пробовать. С устрицами тоже история интересная. Сначала в Ульяновских привозили из Африки. Были они мясистые и дорогие. Раньше рестораторы заказывали устриц из Намибии, сорт розовое джоли. Но с приходом санкций пришлось перейти на крымский аналог. Те моллюски публике не очень понравились. А вот эти дальневосточные и стоят недорого, и вкусные, и сочные. Ценники в кафе подросли примерно на 20%. Всё из-за логистики. Она стала более дорогой и сложной. В ресторане итальянской кухни все заботы с импортозамещением крутятся вокруг копчёности и сыров. Однако в царстве пиццы и пасты нашли выход из ситуации. Чеддер, моцареллу и дорблю закупают у ульяновских и столичных производителей. Паста под названием «Три сыра» точно не пострадала от отсутствия иностранных продуктов. В этом уверены местные повара. Но всё же есть в меню позиции, которые пока что нечем заменить. Например, сыр «Пармезан». Его технологию пока ещё дорабатывают российские производители.